Ребята, всем привет! Я вижу, что вы подключаетесь, давайте 2-3 минутки подождем, пусть все подключатся и можно будет начинать. Здравствуйте, ребята! Потихонечку идут подключения и я думаю, что есть смысл начинать. Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое, что присоединились к нашему вебинару. Сегодня темой нашего прямого эфира является бакалавриат. Мы расскажем, что такое бакалавриат, что это за программа, рассмотрим различия между странами, рассмотрим мифы, узнаем, сколько стоит и как сэкономить деньги, и где и в каких странах есть свои подводные камни и свои правила. Начнем с того, кто может поступать на программу бакалавриата. Естественно, это выпускники школ 11-12 классов, но для выпускников обычных школ, которые получают эти стат о 11-летнем образовании, зачастую есть правило дополнить их обучение определенными программами. И не во все страны мы можем поступать напрямую. Кто еще может поступать на бакалавриат? Это студенты колледжей, кто закончил колледж. Также студенты, те, кто отучились первой-второй курсы, хотят поехать за рубеж учиться. И те студенты, кто закончил бакалавриат, думают, что эта специальность ему не подходит, а он бы хотел взять новую программу по бакалавриату, но уже в другом направлении. Но при этом нужно понимать, что ваша программа бакалавриата должна кардинально отличаться от той, которую вы уже делаете. Делаете или сделали. В противном случае есть вероятность, что либо университет может не принять, либо консул может рассмотреть нас как недобросовестного студента и подумать, что мы хотим его обмануть. Но по поводу этого можете задавать вопросы, мы можем подсказывать, если есть такие запросы. Итак, какие страны можно поступать сразу? После 11 класса или после 12 класса, после колледжа? Такие страны, как Канада, США, Новая Зеландия, страны Европы, если поступать на английское отделение. Также Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур. Так, что я еще забыла? Большинство стран готовы рассмотреть наших студентов после 11 класса, за исключением Великобритании, которая требует 12-й год обучения. Его можно перекрыть за счет программы Foundation. И европейских стран, если вы хотите поступать в университет на государственном языке обучения. В этом случае практически все европейские страны будут требовать, чтобы у вас тоже было 12-летнее образование. Соответственно, нужно отобрать этот год. В каждой стране этот дополнительный год называется по-разному. Где-то он называется Foundation, где-то он называется Student Collegue. Но что такое Foundation вообще, что представляет собой академическая программа, вы можете послушать у нас. Также в прямом эфире мы будем проводить его 29 апреля ориентировочно. Следите за нашей лентой, за нашими сториз. Мы будем публиковать актуальную информацию. Далее, получается, следующий наш этап – это сколько длится программа бакалавриата. Тут зависит от страны. К примеру, таких стран, как Канада, США, например, Австралия, Новая Зеландия. Преимущественно, продолжительность обучения составляет 4 года. За исключением каких-то технических специальностей, которые требуют дополнительного обучения. Далее, получается, в странах Европы преимущественно программы длятся 3 года. Но нужно понимать, что, опять-таки, зависит от программы и от страны. Так, к примеру, в Нидерландах, например, есть программы трехгодичные и четырехгодичные. Тут зависит от направления университета и от программы. Та же Ирландия, например, которая тоже входит в Евросоюз, у нее тоже есть программы как трехгодичные и четырехгодичные. В Италии есть университеты, в которых программы длятся либо 3 года, либо 4 года. Ну, нужно понимать, что, естественно, медицина не будет длиться так. Такую продолжительность, да, у медицины всегда более долгий срок программы. Далее, какие у нас будут дополнения. Та же Ирландия, которая входит в состав Великобритании, да, имеет свое правило, то, что период бакалавриата у них длится тоже 4 года. Несмотря на то, что в Англии, например, и в Северной Ирландии программа бакалавриата длится 3 года. Вот. Тут зависит от страны и от программы. Следующий наш аспект. Как же мы можем сэкономить, да? Ну, соответственно, на период обучения, на 3 или 4 года, есть заложенный бюджет на покрытие обучения, проживание, карманных расходов, транспортные расходы, перелеты, карманные какие-то средства. Но если программа бакалавриата длится 3 года, соответственно, мы экономим за 1 год. Но это не только обучение. Это и проживание, и питание, и страховка, и карманные расходы, перелет, визовые расходы, если вдруг они будут дополнительно. И, соответственно, если все это скомпоновать, получается такая приличная сумма экономии за 1 год обучения. Поэтому иной раз можно рассмотреть программу 3-годичную, нежели 4-годичную. Тут уже зависит от студента и от программы. Следующая наша тема – это сколько все-таки стоит обучение в университетах. Тут зависит от страны и от программы обучения. К примеру, на примере стран, в основном, с которыми мы сотрудничаем. США тут зависит от университета, либо от колледжа. Там есть два варианта получения высшего образования. И, соответственно, обучение в колледже стоит гораздо дешевле. Так, к примеру, среди наших партнеров стоимость начинается от 6 тысяч долларов. Бакалавриат от 10 тысяч долларов в год. Но это только обучение, проживание и карманные расходы – это все дополнительно идет. Следующая сторона, к примеру, это Канада. Канада, там тоже есть два варианта получения высшего образования бакалавриата. Это колледжи и университеты. Канадские колледжи приравнены к статусу университета, поэтому стоимость, в принципе, у них не сильно разнится. Естественно, зависит от учебного заведения и от колледжа. Но средняя где-то цена в канадском колледже будет составлять от 12 тысяч канадских долларов, в университете – от 16 тысяч канадских долларов. Но при этом канадский доллар, он дешевле, чем американский, поэтому если делать конвертацию, получится тоже своего рода экономия. Следующая сторона – это у нас Великобритания. Великобритания тоже зависит от учебного заведения, от программы, от оснащения учебного заведения. Это тоже влияет. Стоимость программы бакалавриата начинается от 10 тысяч фунтов в год. Но при этом большинству наших студентов необходимо проходить программу фаундейшн. Фаундейшн в среднем у нас начинается от 10-12 тысяч фунтов в год. Из стран Европы, получается, это Германия. Германия – стоимость обучения от 12 тысяч евро в год. Испания – от 10 тысяч евро в год. Ирландия – тоже от 10-12 тысяч евро в год. Малайзия – от 6 тысяч долларов в год. Арабские Эмираты – от 10-12 тысяч долларов в год обучения. Австралия – Новая Зеландия. Там стоимость будет варьироваться от 12-15 тысяч австралийских долларов в год. Но опять-таки нужно понимать, что австралийский доллар тоже ниже, чем американский. Тут тоже идет своего рода при конвертации, я бы сказала, экономия. Те ребята, кто хотел бы поступать на бесплатное обучение в страны Европы, готовьтесь учить государственные языки. Так как даже в государственных университетах нужно будет оплачивать регистрационный сбор. Он зачастую составляет от 100 до 1000 евро в год, но при этом питание, транспортные расходы, карманные расходы, они покрываются за счет студентов. Вот такие возможности у нас тоже есть. Но нужно иметь в виду то, что даже сами граждане тех или иных европейских стран предпочитают учиться на английском отделении, потому что они хотят быть более конкурентоспособными, в отличие от тех студентов, кто учится на гос-языке. Естественно, у них больше приоритета появляется, когда они потом ищут работу для трудоустройства. Четвертый пункт у нас на сегодня это идет рассеивание мифов. Многие студенты обращаются к нам уже с заложенной информацией у себя в голове. То, что подавать документы, первое, как бы, то, что документы в университет можно подавать только тогда, когда ты получаешь аттестат. Это неправда. На этапе рассмотрения университету достаточно транскриптов за последние три года обучения. Это наши табеля. И, соответственно, тут и влияет процесс рассмотрения заявок. Это значит то, что университеты принимают по принципу, кто первый пришел, тот первый и получил. И чем раньше вы начинаете процесс зачисления, тем лучше для вас. Многие университеты открывают прием студентов за год вперед. Еще в октябре, ноябре текущего года. То есть, например, студенты, те, кто хочет подаваться на сентябрь 2021 года, например, будем рассматривать следующий интейк, они могут активизироваться уже, как только они начнут свой финальный класс, 11 или 12. Это значит, что октябрь, ноябрь этого года для вас уже открытое пространство. Вы можете начинать компоновать свой пакет документов и подавать заявки в университет. Не пропускать время зря. По такому же принципу и выдаются стипендии в университете. Кто первый пришел, тот первый и получил, соответственно. Ну, естественно, нужно удовлетворять критерии университета, их требования по знанию языка, по академическим каким-то заслугам и активности студента в целом. Но при этом, чем раньше вы начинаете процесс зачисления, тем для вас же лучше. Следующий аспект у нас это тесты дополнительные. Нужно подавать вместе с пакетом документов, такие как, например, SAT, ACT или IELTS, TOEFL, либо там какие-то дополнительные тесты. Нет. Зачастую нет. В большинстве случаев. Почему? Университеты принимают пакет документов, и после того, как они приняли вашу заявку, дают вам определенный дедлайн, до какого периода вы можете досылать, донести, доотправить свои результаты по тому или иному тесту. Это значит, что не нужно торопиться издавать IELTS, не нужно торопиться издавать SAT, ACT или какие-то дополнительные экзамены. На этапе рассмотрения и подачи заявки вполне достаточно отправить основной пакет документов. А такие дополнительные тесты можно дослать чуть попозже. Либо по требованию университета, если они такое выставят, либо они установят дедлайн, до какого периода нужно засубмитить этот документ. Скажу такой небольшой лайфхак, что большинство, например, наших партнеров принимают студентов и готовы предложить прохождение своего теста. Это, конечно, действует не на все страны и далеко не на все университеты, но как вариант той же, опять-таки, экономии, можно рассмотреть такой вариант, потому что тесты зачастую сдаются либо онлайн, либо у нас в офисе на бумажном носителе. И университет сам его проверяет и выносит вердикт. Подходите вы для учебного заведения со своими знаниями предметов или знаниями английского языка, или они попросят дослать определенный тест. Следующий у нас пункт – это для тех студентов, которые приходят в последний момент. Вот, например, дождался студент, когда он получил аттестат, вот уже он готов поступать, либо родители только сказали «хорошо, окей, давай ты поедешь учиться за рубеж, подавай документы». Но студенты иногда, бывает, думают, что «все, я не успел уже никуда». Нет, на самом деле. Тут у студентов делятся на две категории. Первая, которая думает, что надо получить аттестат, чтобы подавать в университет. Вторая категория – это те, которые думают, что «все, все дедлайны прошли, меня, наверное, никуда не возьмут». Нет, неправда. Чем раньше вы сориентируетесь и заактивизируетесь, тем проще вам будет получить оффер и отработать этот вопрос. Потому что будет достаточно времени, опять-таки, на отработку той же визы и досылки, либо до сдачи каких-то дополнительных экзаменов, например, если университет таковы и потребует. Ну и на сегодня, в принципе, у нас все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать нам сюда, в чат, я посмотрю. Либо вы можете написать нам в директ. Мы всегда рады заявкам. Пишите, задавайте вопросы, мы ответим. Так, если у нас сейчас вопросы. Так, вопросов пока. Так, сейчас, секундочку. Так, у нас поступил вопрос от Ибрахимов2377. Насколько я поняла, вы сейчас отучили здесь заочно два курса. Для того, чтобы поступить за рубеж, желательно закончить колледж. Тут зависит от учебного заведения, потому что нужен завершающий документ. Подтверждение того, что вы, например, 9 лет отучились в школе, у вас есть аттестат. Сейчас у вас есть только транскрипты за два года. 9 плюс 2, получается 11. Вам нужно закончить ваше обучение в колледже. И, соответственно, после этого вы можете рассмотреть подачу документов на бакалавриат уже в университет за рубеж, без проблем. Даже на данном этапе можно отправить заявки, посмотреть, что университета скажет. Итак, следующий вопрос у нас. В принципе, можно рассматривать все университеты. Тут зависит от университета. Если у них будут свободные места, тогда, в принципе, они могут рассмотреть студентов. Это ответ на вопрос оружан. Так, и давайте, наверное, завершающий наш вопрос на сегодня. От Error 34341111. Для того, чтобы учиться на английском языке в Германии, знание немецкого не является обязательным. Но для того, чтобы существовать на территории, нужно будет знание хотя бы какого-то минимального уровня немецкого языка. Но, опять-таки, вы при университете можете посещать курсы немецкого языка. Зачастую они проводят специально для иностранных студентов, для того, чтобы легче было адаптацию проходить. Поэтому, я думаю, что немецкий нужен будет, но не для обучения. Для обучения нужен будет английский первостепенно. Так, давайте, да, отвечу на вопросы оружан. Транскрипты в школе вы можете запросить у завуча, либо у вашего классного руководителя. Они выдаются за последние три года. Если вы сейчас, например, студентка 11 класса, значит, вам нужны табеля за 9, 10 и 11 класс. 11 класс, оно будет не закончено. Получается, у вас будет проставлена 3 четверть, а четвертая останется пустая. Это нормально для учебного заведения, не переживайте. По поводу перевода. Можете обратиться к нам, мы поможем. И с переводом, и с подбором учебного заведения, и с подбором программы, и для прояснения каких-то вопросов по поводу английского языка. Потому что на данный момент, к сожалению, тесты IELTS не проводятся. Все заморожено, да, ввиду того, что сейчас карантин идет. Поэтому, оруженые, вы можете оставить свои контакты нам в директ. Мы ответим на ваши вопросы более индивидуально. Так, ответ на вопрос kz.diana. Транскрипты это табеля. Зависит от учебного заведения, потому что у нас преимущественно школы выдают табеля. Но для тех студентов, кто учится в колледжах, либо тех, кто учится в университетах, это так и называется транскрипт. Плюс в некоторых университетах выдают такой документ, как predicted grades. Это ожидаемые оценки за финальный год. То, что школа прогнозирует, какой балл наберет студент. И такие документы тоже университеты принимают. Так, завершающий вопрос от RR34341111. Какие страны опасны? Ну, нет опасных стран на самом деле. Мы за всеми странами наблюдаем. Большинство наших учебных заведений, они находятся под контролем. У нас идет каждодневный мониторинг. Мы отслеживаем, как проходит процесс. Плюс во многих учебных заведениях у нас есть наши студенты, от которых мы можем получать отзывы. Самое главное студентам беречь себя в первую очередь. Ребята, спасибо большое за вопросы. Время, к сожалению, на сегодняшний прямой эфир у нас подходит к концу. Вы можете написать нам в директ. Индивидуально мы проконсультируем каждого. Консультации у нас абсолютно бесплатные. Поэтому не стесняемся. Оставляем контакты, пишем запросы, что вас интересует. И команда агентства по образованию за рубежом всегда рада быть с вами на связи. Всем большое спасибо за эфир. Следите внимательно за нашей лентой. Ставьте лайки. И хорошего дня. Всем пока.